Добрый вечер всем, меня зовут Илья Корвига, я имею честь быть аспирантом, к слову сказать, вот этого замечательного университета, так что я почти в родных стенах. И сегодня мы с вами поговорим про микробную экологию, про экологию в целом. С экологией меня связывает длительная довольно история взаимоотношений, начинающаяся с бакалавриата и магистратуры. Я защищаю обе работы по микробной экологии, в области вычислительной биологии. И должен сказать, что это потрясающая наука, в том смысле, как и вся биология, она очень сложная. Биология изучает очень сложные объекты, которые не снились ни физикам, ни химикам. И в последнее время, особенно за последние 20 лет, в этой науке накоплено огромное количество описательных данных, которые люди вроде меня и чуть более серьезные, стараются, используя много математических методов, структурировать и извлечь из них какие-то закономерности, чтобы сделать биологию чуть более похожую на химию и физику. Я скажу сначала, о чем мы с вами поговорим. Большая часть доклада будет посвящена, собственно, тому, что из себя представляет экология, чтобы под конец у вас сложилось наиболее полное представление о том, что это за наука, зачем она нужна и так далее. И в конце мы немного поговорим про то, как ее изучают. Буквально пару слов про математику. Вообще, по идее, можно было спросить у зала, кто думает, что экология — это наука про окружающую среду и о том, как ее защитить от нас, плохих. Но поскольку я немного испортил интригу заголовком своего выступления, я не буду задавать этот вопрос и скажу, что не, экология совсем не про защиту окружающей среды. Хотя влияние человека на окружающую среду она действительно исследует, и об этом мы поговорим. Экология в целом, если определить ее довольно широко и абстрактно, — это наука о сообществах организмов, о том, как они взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. И для того, чтобы уложить это как-то все в более иерархическую структуру, и мы с вами, и экологи, в принципе, выделяют несколько крупных направлений в экологии. Самое базовое, с которого мы с вами начнем, — это направление, изучающее энергию, потоки энергии, потоки ресурсов и то, как это все преобразуется. Довольно странно изображается картинка, я должен сказать, ну, в общем, это супермаркет, если что, это вот тележка и супермаркет, а это полки и супермаркет, а я не знаю, почему так получилось. Я думаю, что все из присутствующих здесь периодически бывают в супермаркете и набирают себе какую-то еду, которую они любят, либо которую им можно есть, если у них есть какие-то аллергические ограничения, еду, которую могут себе позволить и так далее, и так далее, и так далее. Но вряд ли вы видели человека, который вынес из супермаркета вообще все и сразу. Как минимум, потому что если вы унесете с собой весь супермаркет сразу, вы его весь не съедите, это просто не имеет никакого смысла. Несмотря на все разнообразие еды, которую вы видите в супермаркете, с точки зрения биохимии мы с вами, вообще все животные, довольно скучные организмы, потому что вся еда, которую мы едим, это смесь довольно небольшого количества сахаров, жиров и белков. На самом деле, с точки зрения биохимии и физической химии, количество источников, ресурсов, которые можно использовать биологическими системами, просто невообразимо. Если бы я просто начал перечислять, мне бы 20 минут доклада не хватило, чтобы описать, что можно есть. Буквально можно есть камень, буквально можно есть воздух, которым мы с вами дышим, буквально можно есть воду, буквально можно есть солнечный свет, можно питаться теплом, можно просто все, что только угодно. Поэтому, если взглянуть на такую довольно упрощенную схему того, какими бывают организмы с точки зрения ресурсов, которые они потребляют и которые им нужны, мы с вами все и все животные, это вот здесь вот справа снизу, мы с вами гетеротрофы, мы сами не в состоянии синтезировать органику, мы сами не в состоянии получать энергию из неорганических соединений, и мы полагаемся только на то, что мы съели органику, часть сожгли, чтобы согреться, часть пустили на то, чтобы построить внутри себя. Огромный спектр других организмов способны делать все сами, способны использовать энергию неорганических, химических соединений, способны использовать солнечный свет и так далее. Поскольку мы поговорили про разнообразие, так бегло, про разнообразие ресурсов, теперь мы обсудим с вами разнообразие организмов, которые эти ресурсы потребляют. Так, что-то не так. Да, вот. Я думаю, что большая часть зала хотя бы раз в жизни играла в какую-нибудь ролевую игру, где вам достается персонаж, никакой сначала, и играя в эту игру, выполняя квесты, убивая ваших соперников, вы получаете какие-то очки опыта, и эти очки опыта вы можете потратить на то, чтобы вашего персонажа, грубо говоря, прокачать. И все, кто играл в эти игры достаточно долго, знают, что нет никакого смысла пытаться прокачать вообще все способности у персонажа сразу. Вы всегда выбираете какую-то группу характеристик и начинаете целенаправленно качать эту группу, потому что если вы будете пытаться прокачать все, вы ни в одном деле не научитесь быть… ваш персонаж не будет хорош ни в одном из дел и не сможет конкурировать с другими игроками. Абсолютно прямая аналогия на самом деле работает в эволюции, и эволюцию можно рассматривать как прокачку персонажей. С точки зрения эволюции, вот этот ресурс, опыт – это время, которое организм эволюционирует. Каждый раз, когда вы размножаетесь, когда мы с вами размножаемся, когда другие организмы размножаются, они получают какие-то очки опыта, которые можно вложить в какие-то характеристики в дальнейшем. Поскольку мы с вами обсудили, что разнообразие ресурсов, которые можно употребить, оно огромное, и что нужно уметь потреблять те или иные ресурсы, организмы могут вкладывать вот эти вот очки, эволюционные очки опыта, в то, чтобы научиться какие-то ресурсы потреблять. При этом им также нет никакого смысла попытаться научиться потреблять вообще все ресурсы на планете, потому что если вы попытаетесь это сделать, то вас во всех нишах со всеми ресурсами будут переигрывать организмы, которые вот только этот ресурс затачивались потреблять. Они просто будут эффективнее и будут есть, грубо говоря, еду быстрее вас. И вы быстро останетесь без еды и умрете. Этот процесс принят в эволюционной биологии, отображать вот такими ландшафтами, где у вас есть пики. Очень много пиков. Каждый пик – это какой-то оптимум. Это оптимум с точки зрения потребления определенного ресурса или с точки зрения устойчивости к определенным факторам среды, вроде холода, жары, отсутствия воды или, наоборот, слишком большого количества воды и так далее. И, соответственно, организмы вкладывают свои эволюционные очки в то, чтобы проползти как можно выше на какой-то пик. Соответственно, раз мы говорим о том, что у нас есть большое количество ресурсов, это большое количество ресурсов вынуждает организмы затачиваться, потреблять эти ресурсы, мы получаем на выходе большое количество разнообразных организмов, заточенных под что-то. И такое разнообразие, я думаю, все привыкли видеть деревья филогенетические, какое-то дерево, у которого в корне есть общий предок, и оттуда как-то идет ветвление. И обычно эти деревья выглядят вот так. Здесь, дай бог, 10% этого дерева занимают одноклеточные организмы, еще 10% занимают растения, и оставшиеся занимают животные, многоклеточные, вроде нас с вами. На самом деле, реальное дерево чуть более адекватное выглядит как-то вот так. Вот здесь вот красненьким овальчиком выделены животные, а все остальное — это в большинстве своем одноклеточные организмы. И на самом деле, с точки зрения эволюции, мы с вами, многоклеточные сложные животные, как мы сами себя называем, возникли очень недавно. На протяжении многих миллиардов лет на этой планете не было ничего, кроме одноклеточных форм жизни, и до сих пор они остаются абсолютно доминирующей формой жизни. Куда бы вы ни посмотрели, до чего бы вы ни прикоснулись, что бы вы ни вдохнули, это наполнено одноклеточной жизнью. Земля, по которой вы ходите, создана одноклеточными микроорганизмами и заселена ими. Воздух, который вы дышите, 2 миллиарда лет назад создан бактериями буквально. Его не было, вот того, которым мы с вами дышим. Соответственно, это как-то немного подчеркивает то, что если мы с вами изучаем экологию, то значительная часть этой экологии, значительная часть организмов вокруг — это микроорганизмы. Более того, мы с вами, эволюционируя, развивались в условиях, когда микроорганизмы есть, и наша эволюция, она заточена под то, что микроорганизмы вокруг нас есть. И мы без них, на самом деле, жить не в состоянии. Я, возможно, кого-то шокирую, сказав, что у вас бактериальных клеток больше, чем у ваших собственных. Вы на себе и внутри себя носите 3 килограмма бактерий. Вот каждый из вас в среднем 3 килограмма бактерий. И большая часть из них жизненно необходимы вам для того, чтобы выживать. Я употребил пару раз слово «вид», пытался избегать его в основном говорить «организм», но я дальше буду говорить «вид», и нам надо определиться с тем, что такое вид. Это на самом деле как бы странно не звучало, потому что в школе все сталкивались с понятием «вид», 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 но никто среди биологов, экологов до сих пор не договорился, что такое вид. И чтобы не усложнять себе жизнь, мы с вами просто вот сейчас здесь примем очень неудачное определение, но нам с ним будет проще. Что вид — это организм, у которого, это точнее группа популяции организмов, у которой есть определенный набор уникальных характеристик. Просто уникальная комбинация характеристик, которые ни на что другое не похожи. Вот мы договоримся, что это вид. И поскольку мы сказали, что все организмы затачиваются выполнять определенную функцию эволюционную, им, как и нам, с вами необходимо взаимодействовать с друг другом. Это прямая аналогия с человеческим обществом. И в целом весь доклад, я думаю, вы начинаете замечать, он пропитан тем, что многие вещи, которые на самом деле исходно были обнаружены, доказаны, проверены в экологии, они сейчас применяются в социологии, в политологии и так далее, потому что мы с вами на самом деле тоже своеобразная экологическая система, наше общество человеческое. Об этом будет говорить в том числе следующий докладчик. Я думаю, что никто из вас не пойдет за обувью к программисту, и никто из вас не пойдет за программой к сапожнику. Соответственно, вот эта наша человеческая специализация на профессиях, которая имеет те же самые корни, что и специализация видов, приводит к тому, что нам неизбежно, людям приходится друг с другом взаимодействовать, приходится обмениваться товарами, услугами. И на древних этапах развития человеческого общества мы буквально обменивались товарами, и сейчас мы, правда, для этого используем деньги. Но в биологических системах, где организмы взаимодействуют друг с другом, они все еще обмениваются чуть более физическими вещами. Всем знаком пример с тем, что есть цветочек, есть пчелка, и пчелка опыляет цветочек, и они получают какую-то взаимовыгоду от этого. Пчелка получает еду от цветочка, цветочек опыляется, может продолжать жизнь, размножаться, в общем, все дела. На самом деле, системы биологические, настоящие экологические системы, они гораздо сложнее. У вас есть виды, которые конкурируют друг с другом за нишу, у вас есть виды, которые просто в этой нише занимают какую-то более-менее нейтральную позицию, у вас есть виды, которые с одними конкурируют, с другими нейтральными конкурируют и так далее. Вот на примере макроорганизмов мы можем рассмотреть какую-то экосистему дерева. Это дерево специализируется на том, что переводит энергию солнца в органические соединения и, соответственно, поставляет еду. По чисто биохимическим и биофизическим причинам деревья, к сожалению, статичны, у них из-за этого проблемы, они не могут сами быстро распространяться, у них проблемы часто бывают с опылением и так далее. Соответственно, им нужны другие организмы для того, чтобы помогать им с этим. И часть организмов действительно помогает им с этим, а часть организмов, вот вроде оленя, который здесь есть, он просто ест дерево, он ничего в обмен дереву не дает, он его просто съедает. То есть олень физически зависит от дерева, потому что ему нужна еда, а дерево от оленя не зависит. И таких примеров взаимоотношений в экологии очень много. То есть не надо рассматривать классическую парадигму симбиоза, что у нас все организмы, они вот в каких-то няшных отношениях друг с другом состоят. Это нет, это совсем не так. На самом деле все друг другу враги, но при этом все друг без друга жить не могут. Это как-то так работает. На чуть более низком уровне, если мы возвращаемся к микроорганизмам, просто небольшой пример с взаимодействием внутри биопленок. Биопленки — это микробные сообщества, у которых есть сахарный остов, сахарный каркас, в котором живут разные бактерии, им там классно, компактно, они защищены от разных факторов окружающей среды толстым слоем сахара, который не пропускает какие-то вредные вещества, удерживает воду, помогает им не высыхать, вот все такое прочее. И эти биопленки, они тоже сильно специализированы. Здесь разным цветом нарисованы разные виды бактерий условные по функции. Какие-то из них синтезируют каркас этой биопленки, какие-то из них отвечают за синтез еды в этой биопленке, какие-то отвечают за перераспределение этой еды, какие-то отвечают за перевод одних продуктов в другие продукты, которые нужны третьим лицам. И все это такая сложная каша. Если вы уберете один компонент биопленки, она начинает разваливаться. И сейчас мы с вами сказали о том, что есть какие-то факторы среды, которые влияют на системы. Мы с вами быстро их рассмотрим. И, к слову сказать, одним из этих факторов являемся мы с вами. Но сначала я задам пару простых вопросов. Здесь нарисованы в прямоугольниках условные сообщества, такие абстрактные. У нас здесь есть два вида. Синий вид холодолюбивый, желтый вид он теплолюбивый. И сверху мы с вами видим сообщество смешанное с двумя видами. Первый вопрос, который я задам, какое вот из этих двух сообществ, оно более разнообразно с вашей точки зрения. Я попрошу сначала поднять руки всех, кто считает, что нижняя, вот где только синие, разнообразно. Поднимите руки, пожалуйста, кто так считает. Окей, никто так не считает. Соответственно, все считают, что верхняя. Да, это правильный, очевидный ответ. Ну вот, а вот эти два. Кто считает, что левая самая разнообразная? Хорошо. А кто считает, что правая? Ну, кстати, большая часть людей ответили правильно. Да, действительно, левые сообщества самые разнообразные. Математики меня поймут. Здесь мы с вами столкнулись с явлением, которое называется энтропия. Это наличие информации, количество информации в том, что мы наблюдаем. Почему считается, что левое сообщество более разнообразное? Наверное, потому что экологи решили, точнее, экологи, пронаблюдав за сообществами, а потом промоделировав их математически и строго это доказав, показали, что более разнообразные сообщества более стабильны. И почему это происходит? Предположим, у нас с вами есть сообщество, в котором живут 99 особей одного вида и одна особь другого вида, и они друг от друга сильно зависят. То есть если вы уберете один из видов, то сообщество развалится и все станет плохо. Если у нас как-то поменялись условия в среде, например, было холодно, стало жарко, и долгое время было жарко, и вот тот один представитель второго вида, на котором все держалось, он умер, то вот в этом сообществе больше нет представителей этого же вида, чтобы восполнить его потерю. Если у нас с вами сообщество, оно равномерное, то есть было 50 на 50, вы могли долгое время терять часть представителей того или иного вида, и потом при нормализации условий потери бы восполнились. Вот это называется стабильным сообществом, сообщество, которое способно вернуться в свое интактное состояние после воздействия извне. Но не всегда бывает так, что сообщество в состоянии вернуться в свое интактное состояние, потому что факторы среды, они, например, не исчезают, вот просто стало жарко и опять не стало холодно, или что кончился какой-то ресурс, какая-то еда просто кончилась. Из-за этого происходит замена одного сообщества, которое было адаптировано под одни условия, на другое сообщество. Это называется в науке сукцессия, от английского succession, последовательная замена. И работает это по принципу, что святое место пусто не бывает. Я приведу довольно простой пример сукцессии, который, надеюсь, вам покажется очень близким. Я думаю, что все видели в супермаркетах, на кассах продают гели антибактериальные для рук, на которых написано «убиваем 99,9% бактерий». И многие люди этими гелями пользуются с большим удовольствием, потому что нас же всех с вами в школе учили, что бактерии – это плохие ребята, они убивают нас, мы из-за них болеем и так далее. В общем, какое-то время, пару лет назад я общался с преподавателями с кафедры микробиологии Санкт-Петербургского университета. И они мне рассказывали, что у них типичное занятие для студентов на кафедре – это попросить студентов оставить на питательной среде, вот здесь вы видите чашку с питательной средой, просто прикоснуться ладонью и посмотреть, что там вырастет на этой среде. Просто чтобы студенты быстро погрузились в осознание того, что они на самом деле ходячие колонии с бактериями, и непонятно, вы человек или бактерия на самом деле. Вот здесь у нас рука здорового человека. То есть мы здесь, да, да, здесь рука здорового человека, мы видим, что у нас много разного цвета и фактуры, и формы пятнышек. Это значит, что у нас очень разнообразное, хорошее сообщество. Вот это рука нормального человека. К сожалению, у меня нет фотографии руки ненормального человека, но я опишу. Мне рассказали, что как-то раз одна из студенток, она оставила отпечаток, и вместо вот такой классной цветастой картинки они обнаружили флюоресцентное сине-фиолетовое свечение на этой чашке и такой плотный слой сахарного матрикса сверху, как будто пудрой посыпали, но такое, скорее, как желешка такая сверху. И все микробиологи, профессиональные, взглянув на эту картину, сразу скажут, ой, это синегнойная палочка. Оказалось, что эта девочка очень любит пользоваться антибактериальными гелями. Она просто после каждого приема еды, перед тем, как что-то взять, там, дотронуться, всегда все протирала антибактериальными гелями. В результате у нее на руке не осталось ничего, кроме одного вида бактерий. Этот вид, синегнойная палочка, довольно страшная тварь. Она в норме есть у нас у всех с вами, у нас у всех с вами она есть. Но из-за того, что в сообществе есть много других видов, они там как-то друг с другом конкурируют, она никогда не может занять доминирующую позицию. Из-за того, что девочка пользовалась антибактериальным гелем, она уничтожила всех бактерий, а синегнойная палочка к нему оказалась устойчива по определенным причинам. И теперь ее никак не свести ни антибиотиками, ничем, потому что она вот просто вот такая чудесная бактерия, ей все равно. Проблема в том, что теперь, если эта девушка когда-нибудь прикоснется к своему новорожденному ребенку, у которого еще нет своего микробиома нормального, чтобы защитить его, у которого еще нет сформировавшейся иммунной системы, у ребенка, скорее всего, случится сепсис, и он умрет. Это большая проблема сейчас, особенно в развитых странах, где активно долго используют антибиотики, что родители предварительно им нормализуют микрофлору, чтобы они не убивали своих детей, просто прикасаясь к ним. Мораль Себастин такова, не пользуйтесь антибактериальными гелями, в общем. И последняя быстрая часть, мы немного поговорим о том, как сообщество исследует. Предположим, у нас есть, было поле, это поле заселено какими-то видами, мы его разбили на три части. Нам интересно, в общем, как виды реагируют на какой-то фактор или на группу факторов. Мы разбили поле на три части, с одной частью ничего не сделали, вторую посолили, третью поперчили. И теперь мы хотим посмотреть, а как виды, которые живут на этих участках, отреагировали на это, каких стало больше, каких стало меньше и так далее. И если вы изучаете реальное поле, то есть у вас там морковка, травка, все дела, то вот это делают экологи примерно так, вот буквально, да, входит, кидают такую рамку, буквально рамку квадратную, кидают в большом количестве случайных мест, считают все виды, которые попались в эту рамку, усредняют количество, и получается какое-то примерно аппроксимированное представление о том сообществе, которое есть. И потом, используя разные статистические методы, сравнивают частоты видов. С микроорганизмами это, к сожалению, так не работает, потому что они микро, и рамку там особо не покидаешь. Поэтому исторически для того, чтобы исследовать микробов, использовалась техника культивирования. Культивирование буквально заключается в том, что вы берете, выдергиваете из среды бактерии, заселяете их на какую-то чашечку с питательной средой и надеетесь, что там вырастет. Проблема в том, что для бактерий чашка с питательной средой – это то же самое, что зоопарк для животных. То есть мы знаем, что какие-то животные неплохо размножаются в зоопарках, но многие животные не только размножаться не хотят, но в принципе жить не хотят в зоопарках, они умирают, и в общем, селави. С бактериями то же самое. Просто доминирующая часть бактерий не хотят ни в какую жить. На чашках. Они хотят жить в своих няшных биопленочках с другими бактериями, а та часть, которая живет, это, буквально говоря, культурные бактерии. Они не имеют никакого отношения фенотипического к своим сородичам, которые живут в дикой среде. То есть, исследуя их так, мы получаем очень искаженное, совершенно нерепрезентативное представление о том, как выглядит на самом деле сообщество и кто там есть. Поэтому люди придумали большое количество методов, как исследовать сообщество без культивирования. То есть, как попробовать напрямую заглянуть в сообщество, ничего не выделяя, не культивируя и так далее. Их и этих методов очень много, но сейчас чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, используется секвенирование. Секвенирование — это технология, которая позволяет вам выделить ДНК, хранящий генетический материал, из среды напрямую. И потом засунуть это в специальную коробочку, которую это ДНК прочитает, и скажет вам, какие там есть признаки генетические. И вы, зная эти генетические признаки, сможете понять, кто у вас там живет. Потому что мы определили вид как набор уникальных признаков, уникальных характеристик. И дальше вот с этим вы можете что-то делать. Вы можете использовать разную многомерную статистику и так далее, и так далее. У этого, правда, есть определенные проблемы, о которых надо ровно два слова сказать. Первая проблема — если кто-либо из вас занимается математикой, линейными моделями, и вообще в принципе в курсе была высшая математика, линейная алгебра, все слышали словосочетание «недоопределенная система». Недоопределенная система возникает, когда у вас компонентов в уравнениях гораздо больше, чем строк, грубо говоря, самих уравнений. То есть, например, осмотрим человеческое микробное сообщество кишечника, которое, к слову сказать, простое по сравнению, например, с сообществом почвы. У вас в среднем есть от 500 до 1500 разных видов бактерий в кишечнике. Вот вы хотите исследовать, как на ваши бактерии повлияло то, что вы стали пить Кока-Колу, или вы перестали пить Кока-Колу, или вы перешли на гамбургеры, или вы питались в Макдоналдсе, потом вам понравился KFC, вы стали питаться только в KFC. Вот вы хотите понять, как ваши бактерии на это отреагировали. А, кстати, они на это реагируют, и даже вы на это реагируете, потому что все больше работ появляется, показывающих, что бактерии на самом деле диктуют нам, что есть. Они напрямую взаимодействуют с нашей нервной системой, заставляя нас есть определенную еду, которая им нравится. Так что ваши вкусовые предпочтения во многом формируются ребятами, которые у вас в кишечнике живут. Вот. И, соответственно, для того, чтобы все вот эти бактерии – это отдельные переменные в уравнениях. Соответственно, когда у вас полторы тысячи переменных, которые как-то друг с другом связаны, вам нужно вот примерно такого же порядка количества образцов получить, для того, чтобы нормально восстановить отношения между объектами в системе. Это очень дорого стоит. Я просто скажу, что один метагеномный образец, вот этот вот с секвенированием, он стоит порядка нескольких десятков тысяч рублей. Один. А вам их нужно, не знаю, 500, 1000, 1500 на одну точку, на одно состояние. А вам этих точек надо очень много набрать. Соответственно, это дорого, и поэтому огромное количество статистики, статистики, которая выросла в принципе исходно из экологии. Она продолжает расти дальше из экологии, и огромное вот просто поле самых продвинутых статистических методов, они решают экологические проблемы. Еще одна проблема, я не буду в нее вдаваться, математики меня и поймут, это композиционность данных, связанная с тем, как секвенирование работает. Это отдельная, очень большая проблема, которая мешает всем жить. В общем, так или иначе, мы можем с вами подойти к завершению и быстро пройтись по тому, что мы с вами узнали из этого доклада. Во-первых, мы с вами узнали, что такое экология. На самом деле, это наука о том, что есть большое количество организмов, почему их такое большое количество, как эти организмы друг с другом уживаются, и как их системы меняются под действием разных изменяющихся внешних факторов. Я надеюсь, что вы из этой части вынесли то, что сообщества, в том числе микробные, преимущественно микробные, они везде вокруг нас, они принципиально важны для нашей жизни. Если вы их уничтожаете, то они не всегда восстанавливаются. Когда вы принимаете антибиотики, вы уменьшаете разнообразие вашего микробиома. Если вы это делаете долго, оно потенциально может не восстановиться опять. После этого у вас возникает огромный спектр заболеваний, вроде язвенного колита, болезни крона, диабета второго типа и, в общем, большого спектра аутоиммунных заболеваний, очень неприятных. Если я сейчас скажу, как их лечат, их лечат буквально, используя фекальные трансплантанты. Это буквально переносят фекальную массу от здорового человека к больному человеку перорально или через другой вход. Потому что никак по-другому вы это интактное микробное сообщество восстановить уже не можете, а человек без этого буквально умирает без нормального микробного сообщества довольно быстро. Поэтому всегда, сходя к врачам и так далее, задумываясь, когда вы слишком часто моете руки или еще что-то, задумываетесь о том, что вы играете с очень хрупкой системой, которая напрямую связана с качеством вашей жизни. И последнее, о чем мы с вами поговорили, это то, что экология и биология в целом с математической точки зрения это очень сложный объект. Поэтому самые главные прорывы, которые в этой науке будут сделаны, их уже довольно много, они будут сделаны в будущем. И если кто-то из вас хочет заниматься этой наукой, то сейчас как раз самое время начинать, потому что все самые передовые громкие и прекрасные открытия, они вот впереди в ближайшие 10-20 лет. Спасибо большое за ваше внимание. У кого у нас есть вопросы, поднимайте ручку, и наши замечательные помощники принесут вам микрофон. Ну, поднять и держать руку, да. Здравствуйте. Вот вопрос по поводу того, кто часто моет руки. Иногда подсказывают в новостях такие посты, что некоторые отдельные личности решают вообще не мыться. Насколько логично их решение в качестве того, что вы рассказывали? Нет, мы-то руки определенно полезная привычка. Единственное, что не надо с этим перебарщивать, и не надо ни в коем случае пользоваться антибактериальным мылом. То есть вы можете пользоваться обычным мылом, обычное мыло на самом деле делает не то, что оно убивает там что-то. У вас просто, когда вы прикасаетесь к чему-то, у бактерий, у них есть специальные белки на поверхности, белки-адгезии так называемые, которые позволяют им приклеиться к поверхности ваших рук или к другим бактериям, которые у вас есть на поверхности, и вот закрепиться. Когда вы пользуетесь обычным мылом, вы на самом деле просто вот этих вот налипших ребят, которые свеженалившие, вы их просто смываете. Но у вас ваше микробное сообщество, которое живет на руках, ваше собственное, которое там уже укоренившееся, оно никуда не девается при этом. Если вы применяете антибактериальное мыло, оно просто содержит яды специальные, которые целенаправленно убивают все живое, то вы убиваете в том числе и вашу микрофлору. Не мыться совсем — это... Как сказать? Но если вы хотите умереть от гепатита С или еще от чего-нибудь, тогда, пожалуйста, можно не мыться совсем. Да, это сократит ваше страдание на Земле на пару десятилетий. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте. Вопрос такой. Известны ли случаи, когда, скажем, в преддверии какого-то крупного проекта по изменению человеческой среды обитания, не знаю, город новый строит, еще что-нибудь заказывается, экспертиза у экологов, у серьезных экологов, ученых, с целью выяснить, как это повлияет на те или иные сообщества, и потом на основании результатов действительно вносится... Ну, смотри, результаты содержательно учитываются в проекте. Или ученые отдельно, экономическая деятельность отдельно? Хороший очень вопрос. Я старался не затрагивать политику в своем выступлении, хотя очень хотел, потому что, ремарка, конкуренция вообще в целом в сообществах, она позволяет сообществам оставаться живыми, и вот такое большое разнообразие видов, оно во многом нужно еще для конкуренции, поэтому когда конкуренции нет, любая система начинает загнивать, деградировать и так далее. Ну, это так, ремарка. Насчет вашего вопроса, у меня много знакомых экологов, ну, в смысле, профессиональных экологов, ученых, которые... Часть из них микробиологи, ну, в смысле, часть из них экологи микроорганизмов, часть из них экологи макроорганизмов, им действительно часто заказывают экспертизы, по крайней мере, заказывают. Как правило, когда происходит бурение скважин, каких-нибудь газовых или нефтяных скважин, они обязаны заказывать. Просто компания обязана по законодательству заказывать экспертизы. Насколько я знаю, в нашей стране результаты этих экспертиз часто игнорируются. Ну, вот просто насколько я знаю, я могу быть... Я абсолютно не хороший источник, чтобы мне доверять в этом плане, но мне мои знакомые через третьих знакомых, в общем, все такое, сказали, что нет, у нас игнорируется. На Западе, загнивающем там, к этому относятся очень серьезно, просто из-за того, что законодательство сильно регулируется и подходит к этому, просто из-за того, что есть много примеров того, когда нарушение экосистем ведет к страшным, абсолютно ужасным последствиям. Самый простой пример в ближайшей истории нашей страны это лесные пожары 2010 года, если кто-то помнит, что Москва горела страшно, весь город был в дыму, большая часть центральной полосы горела, у нас много пшеничных полей погорело, в общем, из-за этого страна даже вводила эмбарго на вывоз пшеницы. А все было связано с тем, что в 60-х или в 70-х, я там не помню, годах, когда осушали болото, экологи все орали, что нельзя осушать болото, нельзя разрушать экосистему болот, потому что вы просто приведете к дестабилизации ресурсов, а дестабилизация ресурсов в итоге произошла, потому что никто никого не послушал. В итоге торф, который залегал на дне болот, он высох, и исчезли всякие организмы, которые его потребляли, утилизировали, и там что-то с ним делали. И поэтому, когда он подсох до нужного состояния и случилось жаркое лето, он загорелся. А торф потушить – это очень сложное дело. И это вылилось в нашей стране в убытке очень многомиллиардной, в долларовом выражении. Я ответил на ваш вопрос? Вы говорили про то, что бактерии могут диктовать пищевое поведение и определять то, что люди едят. Но известно, что существует расстройство пищевого поведения, когда люди не едят по разным причинам. Как вы считаете, может ли первичной причиной, одной из многих причин, которые определяют расстройство пищевого поведения, быть именно нарушение в микробном сообществе пищевого тракта? Спасибо за вопрос. Я не смогу дать на этот вопрос какой-то категоричный ответ. Это все из разряда рассуждений и гаданий на гуще. Данные о том, что бактерии, в принципе, влияют на наше пищевое поведение, они довольно свежие. Такие работы стали появляться в последние 3-4 года, когда мы получили методические, технологические возможности вообще исследовать этот вопрос. Я думаю, что никто просто еще… По крайней мере, я не читал о работе, чтобы кто-то исследовал. Насколько я понимаю, вы говорите про дистрофию, про анорексию, про такие отклонения. Я не знаю, исследовал ли кто влияние микробиома на это. Но я могу точно сказать, кстати, что исследовали влияние микробиома в целом на психику человека. И действительно, есть работы, в которых с довольно неплохой достоверностью показывается, что микробиом, дестабилизированный, он приводит к психическим отклонениям у людей. Более того, есть такие животные гнотобиотики. Вот гнотобиотик – это… Я сказал, что когда мы рождаемся с вами, вообще мы всегда живем вокруг бактерий, они всегда есть, вот что бы вы ни делали, вы их не можете вывести. Но поскольку в утробе матери мы без бактерий, пока мы еще в утробе матери, то технически нас можно в стерильной среде достать из этой утробы и подержать в каком-то боксе, где вот всех уничтожили ультрафиолетовым, ультрафиолетовым или каким-то жестким гамма-излучением. И так делают. Достают эмбрионов у мышей в стерильных условиях, помещают их в боксы и выращивают их так, что в них вообще ни одной бактерии нет. Таких животных называют гнотобиотиками. Исследуя поведение этих животных по сравнению с диким типом, который заселен бактериями, показывают, что, во-первых, они меньше живут, чем ребята с бактериями. У них проблемы с питанием, это понятно, они половину еды в отсутствии бактерий переваривать не в состоянии. Но кроме этого у них еще крайне агрессивное психотическое поведение. То есть они ведут себя в крайне неадекватном смысле, у них нестабильная психика. И сейчас стали появляться работы на людях, правда, не на гнотобиотиках, потому что никто не даст выдрать из утробы матери эмбриона человека, посадить его в бокс стерильный, держать там. Очень долго, к сожалению, никто не даст. Но, к сожалению, потому что наука же должна развиваться как-то, что делать? В общем, просто исследуя микробиомы людей со всякими психическими отклонениями по сравнению с людьми из той же популяции, то есть из той же страны, из того же города, с тем же этническим составом, в общем, по всем критериям одинаковые люди, кроме их психического состояния, у этих людей действительно есть определенные специфические паттерны в том, как у них микробиом выглядит, по которым их можно отличить от здоровых психических людей. Соответственно, я не удивлюсь, если есть связь между анорексией и микробиомом, я не удивлюсь, что она есть. Просто, по-моему, еще, насколько я знаю, таких работ еще не было. Спасибо. И давайте последний вопрос. Где у нас микрофон? Спасибо. Скажите, пожалуйста, значит, вот за последнее время, поближе, да, так-то слышно, набирает обороты идея о том, что можно собрать помойки, наши свалки, скормить их микробом, которые переработают эти отходы, и органику, и неорганику в том числе. Я недавно слушала очень интересный доклад о синтезе в бактериальных матах рудных минералов и даже самородных элементов. Я хотела бы, чтобы вы прокомментировали эту идею. И в том числе еще такой аспект. Кстати, я вот слышала, что нефтяные разливы на море уже собирают таким способом, скармливают бактериям. Как вам эта идея вообще в принципе? Прокомментируйте, пожалуйста. И такой аспект. А не окажется ли, если эта технология реализуема и эффективна, не окажется ли, что разросшаяся биота, которая поедает помойки, окажется, что ей будет вкуснее съесть наши легкие, например, или мозг? Об этой опасности тоже что-нибудь. Спасибо за хороший вопрос. Я забыл упомянуть об этом в своем докладе, хотя вроде собирался. Я хотел сказать, что большая часть газа, ну в общем, вроде бы практически весь газ, вся нефть, уголь, и все, что мы привыкли заливать в машины, в самолеты, в поезда и так далее, греть наши дома, это продукт жизнедеятельности бактерий в той или иной степени. Ну не только бактерии, еще архей. Это, в общем, не вдаваясь в подробности. Соответственно, да, есть так называемые биореакторы сейчас, которые используют для того, чтобы синтезировать газ. Ну, собственно, вот природный газ, метан и другие газы для того, чтобы их использовать в промышленности, ну, сжечь. Буквально. И эти реакторы действительно активно используются, например, в Китае, в Великобритании. Есть автобусы, целые парки автобусов, которые гоняют на биогазе и так далее. И связано это с тем, что, как я сказал, мы с вами очень скучные организмы в плане ресурсов, которые мы умеем потреблять, но бактерии, они… Вы найдете бактерию, которая способна переварить и переработать все, что угодно. Соответственно, вот эти ребята, которые занимаются разложением любой органики и неорганики, это в основном… Этих бактерий, точнее, это даже не бактерии, это археи, то, о чем вы говорите, это метаносинтетики. Они очень специфические организмы, которые, как правило, живут в анаэробной среде, то есть они не выносят кислород, в принципе. Последнее, где они будут жить, это наши легкие, потому что там чуть-чуть много кислорода по определенным причинам. И большая часть этих ребят, опять-таки, из-за причин, которые я называл за специализацией, организм, который на протяжении четырех миллиардов лет эволюционировал, чтобы перерабатывать органику в метан, он вряд ли занимался, его вряд ли беспокоила переработка человеческого тела, возникшего не так давно в эволюционной цепочке. Риск такой есть, связанный с биотой, но здесь, опять-таки, сообщество, которое затачивается под выполнение определенной функции, среди него могут встречаться отдельные представители, отдельные, не знаю, бактерии, которые патогены для нас. Это правда. Но если вы не будете купаться в этом сообществе, не будете нырять в него, принимать мусорные бани, газовые бани и так далее, то нет, вы вряд ли найдете одну вот эту, там одна бактерия на квинтиллион, которая способна вас заразить. Вряд ли вы с ней столкнетесь просто. Поэтому нет, такого риска, скорее всего, нет, что вот у этого есть какие-то угрозы, тем более, что опять-таки, эти биореакторы выглядят как такие котлы, изолированные от воздуха максимально, не потому, что людей жалко, а потому, что вот эти ребята, они просто не выносят воздух. И если вы пустите туда воздух, сообщество умрет, и у вас просто ваш реактор не будет работать. Соответственно, насчет нефти и переработки нефти. Те бактерии, о которых вы говорите, потребляющие нефть, нефть довольно сложная вещь для того, чтобы ее есть. По ряду причин довольно аморфная молекула в сильно восстановленном состоянии, ее сложно что-то в общем сделать. Поэтому есть микроорганизмы, которые жрут нефть, есть микроорганизмы, которые даже пластик жрут, если на то пошло. Но эти ребята, они опять-таки в основном эволюционировали там, где нефти много, а нефти много в недрах земли, где воздуха мало, опять-таки. Соответственно, они тоже очень не любят воздух, они очень не любят все, что не в недрах земли, и поэтому, да, я знаю, что этих бактерий пробуют использовать для того, чтобы убирать разливы с нефтяных месторождений. Более того, сейчас даже специально есть отдельная ветвь биологии, называется синтетическая биология, которая пытается конструировать удобные для нас формы жизни, в том числе удобные для нас формы бактериальной жизни, с большим успехом, я, кстати, должен признать. И усилиями синтетической биологии выведены такие бактерии, как жрущая нефть, которые способны все-таки существовать в среде, в которой их дикие сородичи вообще не в состоянии жить, но работают они все равно пока что неэффективно. То есть это что-то на уровне экспериментов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ